В творческом конкурсе приняли участие педагоги школ, детских садов и дома творчества. Учредителями и организаторами конкурса является Департамент Смоленской области по образованию и науке, региональная организация «Профсоюз работников народного образования», а также Комитет по образованию нашего города. Творчество педагогов оценивалось в трёх номинациях – «Художественное слово», «Леся, песня» и «Стильная штучка». Больше всего жюри, которое оценивало участников, поразили работы декоративно-прикладного творчества, чего здесь только не было. Ишитая собственными руками одежда, вышитые бисером картины и панно, а украшения, сделанные мастерицами, просто восхищали. Доча заразила, она мне подарила подарок. Я говорю, мама, надо для твоей работы. Я там дочери тоже положила. Всё, я думала, мне недостаточно, мне надо самой освоить эту технику. Вот потихонечку я и сделаю больше. Наша работа такая нервная, поэтому успокоиться, прийти в себя. И дети замечательно, да, красиво. И вот надо стараться. Победителем в номинации «Стильная штучка» стала учитель изобразительного искусства и технологии школы номер 3 Нина Печенцова. Уметь говорить проникновенно должен каждый педагог. Но как это делает заведующая детского сада «Дюймовочка» Раиса Цыганкова, просто завораживает. Именно и её выступление было признано наилучшим номинацией «Художественное слово». Выпало от счастья, горькой полосы, 33 несчастья, непутёвый сын. Но не надо жалоб, ну и её слезу. По душе бежала, по годам ползу. В номинации «Лейся. Песня» на суд зрителей жюри участниками было представлено 8 номеров. Каждому выступлению педагоги подготовились креативно, подобрав даже стилизованные костюмы. Мы считаем, что эти конкурсы важны, так как педагоги должны проявлять свои творческие способности. Они же прививают это детям, поэтому сами должны это и уметь. В музыкальной номинации по решению жюри первое место заняла заместитель директора Дома творчества Алена Сергунова. Все педагоги, которые принимали участие в конкурсе, поддерживали друг друга и переживали. Очень бы было здорово, если бы вот этот конкурс продолжили. На самом деле приятно смотреть, как педагоги представляют свои таланты, могут поделиться с другими. На самом деле, что у нас очень творческие люди – это педагоги. Победители муниципального этапа отправятся в Смоленск на региональный этап конкурса, который будет проходить с мая по август. Завершится конкурс фестивалем победителей в областном центре.